Есть притча одновосточная, типа, идет Будда по земле, проверяет. И видит, человек лежит, ни черта не делает. А что, человек, добрый человек, а что ты, почему ты ничего не делаешь, и так далее. А вот через три дня меня тигр загрызет. И я пытаюсь последние дни жизни, так сказать, насладиться, чем и как могу. И Будда почесал затылок по двуму и сказал, пусть с этого дня человек не ведает свое будущее. Потому что, посмотрите, даже вопрос какой. Вот мне тигр загрызет, если человек бы знал нормально, большинство людей должны действовать. Но, к сожалению, подавляющее большинство людей, если не узнают свое будущее, они, вместо того, чтобы действовать, они, наоборот, будут обречены. То есть судьба, а все, никуда не денешься. Так можно, если знаешь, что тигр нападет, можно было бороться, и так далее, и так далее. Это первый момент поясняющий. Второй момент поясняющий. Почему? Если мы воплощаемся на этой земле, если специально кто-то не пришел, конечно, то мы не достигли, не завершили земной цикл развития. И мы возвращаемся вновь и вновь. Вопрос. Если в предыдущем воплощении человек не смог развиться и завершит курс, цикл развития, значит, весьма большая вероятность того, что он шел не тем путем. Правильно? И теперь, если человек родится и будет помнить сразу все, что было в прошлой жизни, он что, пойдет по новому пути? Нет. Он пойдет по тройной дорожке и будут опираться в те же самые стены, расшибать лоб. Поэтому, когда человек воплощается, и у него опять... Это не специально кто-то блокирует, это блокировка происходит автоматически, потому что разрыв качества между биомассой, которая воплощается, и биомассой разный. Но этот качественный разрыв не позволяет это помнить. Получается возможность, когда мы воплощаемся заново, мы получаем возможность новый шанс найти правильный ход. Потому что если бы человек помнил, то подавляющий большинство человек никогда не пошел другую дорогу, а продолжал биться в ту же самую стену. Поэтому я думаю, что закрытие сознания автоматически происходит, не специально происходит при воплощении, оно имеет большой плюс, а не минус, с моей точки зрения. Следующий вопрос. Продолжение следует...